Девушки отдыхают Хватит постить в сторис селфи и пейзажи, это скучно и совсем не оригинально. Левитирующая в твоих руках пробка, вот что точно шокирует твоих подписчиков. Расскажем, как повторить этот трюк и снять видео, достойное миллиона лайков и комментариев. Для начала раскладываем на полу черную ткань, фиксируем края скотчем, крепим к пробке тонкую леску и зовем подругу на помощь. Ложимся на пол и выстраиваем правильный ракурс съемки. Плавно раскачиваем пробку и создаем иллюзию магической левитации. Смотрится просто потрясающе. Обычная игральная карта стоит на руке, причем держится она очень уверенно. Но шестое чувство подсказывает, что здесь явно что-то не так. Так и есть весь секрет в шестом дополнительном пальце. Палец этот, правда, не настоящий, а из магазина для розыгрышей. Надеваем обманку на большой палец и прячем его за картой. Затем незаметно снимаем фейковый палец с большого и устанавливаем его на ладонь. Надежная невидимая опора – залог успешной демонстрации фокуса. А теперь смотри. Ловким движением руки обычная крышка от бутылки превращается в яркий фломастер. Все, что нам понадобится для этого трюка – пластиковая крышечка и фломастер. Главное – упереть колпачок фломастера в крышечку и расположить его вот таким образом. Прикрываем крышку рукой и молниеносно перехватываем фломастер второй рукой. Просто и необычно. Посередине карты зияет квадратное отверстие. Просовывая в него палец, демонстрируем, что никакого подвоха здесь нет. Переворачиваем карту рубашкой вверх и снимаем с нее черную дыру. Что это было? Неужели отверстие – лишь плод нашего воображения? На самом деле это лишь фокус, основанный на оптическом обмане. Чтобы воплотить этот трюк в жизнь, нам понадобятся две карты и кусочек черной изоленты. Приклеиваем изоленту к рубашке карты, вырезаем по контуру. Отрезаем вот такую часть второй карты и при помощи скотча крепим ее к карте с отверстием. Отклеиваем изоленту и крепим ее к рубашке в верхней отгибающейся карты. Накрываем стол магической черной скатертью и приступаем к показу иллюзий. Переворачиваем карту рубашкой вверх, успеваем накрыть квадратное окошко картой с изолентой. Торжественно снимаем изоленту и наслаждаемся удивленным видом публики. Можно ли задуть горящую спичку, если между вами и препятствие в виде стеклянной вазы? Оказывается, это возможно. Воздух легко огибает ее обтекаемые стенки и достигает источника пламени. А вот с квадратными предметами такой фокус не сработает. Поток воздуха отражается от стенок и спичка продолжает гореть. Когда мастера оптических иллюзий берутся за дело, публику ждет что-то невероятное. Предметы буквально парят в воздухе и не важно, что попадется им под руку. Тарелка яблока или, может быть, банка газированной фанты. Хочешь узнать, как добиться такого эффекта? Смотри и записывай. Может получиться отличный видеорозыгрыш. Застилаем пол бумагой, создавая эффект стены. При помощи малярного скотча крепим бумагу к полу. Подкладываем что-то под голову и укладываем все на пол. Создается иллюзия, что мы просто сидим или стоим. Под предметы можно тоже подложить основание, например, бобину широкого скотча. Вуаля! Вот и весь рецепт удачного видеофокуса для друзей. Что скажут друзья, когда узнают, сколько силы в твоих хрупких девичьих руках? В этом видео мы научим тебя гнуть монету одним пальцем без использования суперспособностей. Смотри. Раз, и монета согнута. Секрет в том, что в фокусе участвуют две монеты. И одну из них нам нужно предварительно подготовить. Зажимаем монету с двух сторон плоскогубцами и сгибаем края. Прячем согнутую монету за целый, а затем незаметно избавляемся от первой. Эффект вау гарантирован. А теперь покажем простой, но в то же время забавный трюк. Для него нам потребуется бумажная купюра, резинка и две скрепки. Надеваем резинку на купюру вот таким образом. Крепим скрепку. С другой стороны цепляем еще одну скрепку. Дергаем за края купюры. Резинка и скрепки соединяются в крепкую цепочку. Просто, но эффектно. Хм, что это такое? Как банан мог врасти в лестницу? Или эта лестница вросла в банан? Для этого милого розыгрыша тебе понадобится сам фрукт и острый ножик. Прикладываем линейку и вырезаем мякоть по контуру, чтобы получился прямой угол. Затем просто насаживаем банан на ступеньку. Неподготовленному зрителю кажется, что банан растет прямо из лестницы. Простой, но очень забавный розыгрыш. Летающая карта парит между пальцами. Зрелище просто завораживает. Что это, если не магия? Секрет фокуса в специальном пластиковом рычажке, который помогает нам двигать карту. Нам понадобится кусок прозрачного мягкого пластика. Вырезаем из него широкую полосу. Приклеиваем к карте кусочек двустороннего скотча. И крепим к нему пластиковую ленту. Обрезаем лишнее. Зажимаем концы пластикового прямоугольника между пальцами. Сжимаем и отпускаем рычаг. Так мы создаем иллюзию полета карты. Главное, чтобы об этом маленьком секрете кроме тебя никто не узнал. А теперь покажем интересный фокус с обычным шнурком. Обвязанная вокруг ладони веревка легко распутывается и снимается с руки. Сейчас расскажем, как повторить этот трюк. Нам понадобится связанная кольцом веревка. Набрасываем веревку на ладонь. Возвращаем веревку назад, проводя ее между пальцами. Заводим конец веревки за большой палец. Набрасываем веревку на мизинец. Перекрещиваем веревочный край. И надеваем петельку на указательный палец. Снимаем веревочки с большого пальца. И протягиваем их между средним и безымянным пальцами. Тянем за крайнюю полоску. Веревка плавно соскальзывает с ладони. А для следующего трюка. Нам понадобится стеклянная бутылка из-под колы и ручка. Снимаем с ручки колпачок и помещаем его в бутылочное горлышко. Дуем внутрь, но вместо того, чтобы влететь в бутылку, колпачок резко из нее вылетает. В чем секрет? В этом случае на цирковую арену выходит ее величество физика. Поток воздуха огибает препятствия, отражается от бутылочного дна. И колпачок вылетает как пробка. Для следующего фокуса нам потребуется четыре монеты и такое же количество игральных карт. Раскладываем монету квадратом, накрываем их картами. Приподнимаем карты и уже с первых секунд замечаем, что фокус работает. Монета под первой картой куда-то исчезла. Продолжаем открывать карты и под последней картой наконец-то находим беглянку. Секрет в том, чтобы подхватить монету и спрятать ее под картами. Вместе с последней картой отпускаем монету на стол. Что может случиться с салфеткой, если ее поместить в специальный волшебный стакан? Сейчас мы это проверим. Накрываем стакан платком. Желтый занавес падает, салфетка в стакане изменила свой цвет и рисунок. Сейчас расскажем, как ты можешь повторить этот фокус. Нам понадобится одноразовый стакан, кусок серого фоамирана, две салфетки и платок. На куске серого фоамирана обводим стакан по контуру. Вырезаем. Помещаем внутрь стаканчика, кладем салфетки в разные отсеки. Накрываем реквизит салфеткой и разворачиваем стакан нужной стороной. Прелесть фокуса в том, что его можно повторять много раз подряд. Вернемся к веревочной магии и порадуем зрителей еще одним зрелищным трюком. Через бобину скотча пропускаем веревочное кольцо. Натягиваем веревку посильнее и резко дергаем в разные стороны. Как по волшебству, скотч проходит сквозь шнурок и покидает веревочный плен. Весь секрет в том, чтобы ловко перехватить концы веревки вот таким образом. Меняем местоположение рук и роняем скотч на пол. Смотрится очень эффектно. Давай посмотрим, что скрывается под этими магическими цилиндрами. Приподнимаем. Любимая апельсиновая фанта. Накрываем жестяные баночки. Колдуем. Приподнимаем цилиндры еще раз. Фанта превратилась в формочки для маффинов. Как такое возможно? Для этого фокуса нам понадобятся две жестяные банки фанты. Срезаем с банок донышки. Секрет фокуса в том, чтобы заранее припрятать формочки под банками, а затем снять банку вместе с цилиндром. Легко и гостям понравится. Покажем интересный физический опыт. Кладем на стакан игральную карту. Устанавливаем сверху бумажную трубочку. Кладем на трубочку монету. Резко выдаваем воздух. Карты вместе с трубочкой улетают, а монетка падает на дно стакана. Секрет в разнице масс предметов. Монета не успевает развить ускорение, поэтому, в отличие от бумажной конструкции, падает вниз по вертикали. Теперь ты знаешь, что фокусы – это не только интересно, но и очень весело. Напиши в своем комментарии, какой из трюков ты обязательно повторишь. Видеорозыгрыш с летающими предметами, превращение крышечки в фломастер или фокус с салфетками, меняющими цвет. Ставь лайк, если тебе понравилось видео, и подписывайся на канал. И не забудь нажать на колокольчик, чтобы увидеть еще больше потрясающих и удивительных фокусов от команды Трум Трум Селект.